друзья всем привет в этом видео я покажу как сделать вот такую классную корзинку для клубники сразу подписывайся и жми на колокольчик под этим видео чтобы не пропустить следующее видео итак для корзинки нам понадобится синяя и белая проволочка начинаем с того что берем 4 проволочки сгибаем пополам чтобы отметить где наша серединка будет здесь важно смотреть и просто повторять потому что некоторые моменты словами сложно описать мы согнули проволочку пополам и зафиксировали на серединке одна половинка проволочки остается для плетения а вторая часть проволочки это будет наша рабочая проволока именно ею мы будем начинать плетение нашей корзинки одна проволочка остается рабочая вверху все остальные расправляем в форме лучиков теперь вот этой рабочей проволочкой начинаем плести вот паутину подобным образом мы плюли то есть нужно чередовать снизу проволочки сверху проволочки снизу сверху и соблюдать вот этот вот это чередование важно в начале здесь начать правильно плести а а Когда наша проволочка почти закончилась, мы ее удлиняем таким вот образом. Загинаем два края проволочки, зажимаем и скручиваем. И продолжаем вести. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снова удлиняем проволочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дно нашей корзинки фактически готово. Теперь лучики поднимаем вверх. Будем плести боковые стенки корзины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь мы проволочку закончили, зафиксировали, просто загнули за основную проволочку. И просто взяли другую проволочку и закрепили. То есть мы здесь не удлиняем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» При плетении корзинки нужно соблюдать правила чередования. Если мы будем соблюдать правила чередования плетения, то есть одну проволочку сверху, другую снизу, у нас будет вырисовываться красивый узор. Если этого не делать, корзинка все равно получится, но текстура будет другая. И еще важно смотреть, чтобы проволочки соседних рядов прилегали плотно друг к другу, чтобы не было больших просветов. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В целом размер отличный. И последний ряд нашей корзинки, когда мы проклетаем, мы обматываем рабочую проволочку вокруг каждой проволочки, которая идет в основании. Вот таким вот образом. То есть вокруг каждой проволочки обматываем, тогда идет крепкая фиксация плетения. Лишнюю проволочку отрезаем. Край закручиваем круглогубцами. Край закручиваем круглогубцами. Нарезаем кусачками и закругляем круглогубцами. Вот наша корзиночка. Осталось сделать ручку. Для этого берем проволочку и накручиваем на корандаш или ручку, чтобы получилась такая пружинка. И надеваем. Наша пружинка. Наша пружинка состоит из двух проволочек. То есть две проволочки соединились, скрутили. И вот такую уже длинную проволочку накручиваем на карандаш, чтобы получилась вот такая вот большая пружинка. Надеваем. Краешек закручиваем с помощью круглогубцов. И основу нашей ручки-корзины просто вот скручиваем. Затем расправляем пружинки. И выглядит абсолютно цельная ручка. Осталось сделать белый бантик для нашей корзины. Вот такой бантик будем делать. Значит, проволочку согнули пополам. Делаем петельку. Еще одну петельку. Примеряем, как это будет выглядеть. Отлично. Края белой проволочки накручиваем на карандаш, чтобы получились вот такие милые завитушки. Вот такой бантик приклеиваем клеем. И вуаля, корзинка готова. Подписывайся на канал, жми лайк и жми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои видео. В следующем видео я покажу, как сделать божью коровку, цветочек, дракона. Будет еще много-много интересных видео. А купить синельную проволоку можно в магазине, перейдя по ссылке в описании.